Приветствую вас. Я думаю, что справедливо будет вам в первую очередь разобраться в своих чувствах. Вот вы говорите, что вам стало не по себе, вы говорите, что у вас мурашки появились, да? Вот. И так далее. Вот что это за чувства? Понимаете? То есть, в зависимости от того, что вы почувствовали, это и было тем, что вы почувствовали. Потому что только ваши чувства, только ваши переживания имеют значение и смысл. Мощно, на самом деле, сколько угодно говорить о том, насколько, ну, насколько человек хороший или плохой, да? Насколько, ну, как он вообще, к примеру, себя позиционирует, да? Можно сколько угодно об этом говорить. Но дело здесь в другом. Дело здесь в том, что реально, реально только то, что вы сами воспринимаете, только то, что вы сами вот чувствуете, сами видите, сами анализируете и сами ощущаете. Это единственное, что реально на самом деле. Поэтому, если вы действительно хотите понять, что произошло, если вы действительно хотите понять, что это, то вам нужно реанализировать свои чувства. Вот, было ли это что-то, было ли это что-то дурное, было ли это что-то хорошее, было ли это что-то приятное или неприятное. Может быть, с этим человеком у вас связана эта история, к примеру, ну, мало ли, вот. Может быть, что-то ещё произошло. Может быть, вы почувствовали себя, ну, допустим, там, ну, как-то на высоте, да? То есть, вы почувствовали восхищение от этого человека. Может быть, вы почувствовали, наоборот, свою жалость. То есть, его жалость, свою жалость к нему, да, что он там не смог. Может быть, вы увидели в нём зависть, к примеру, в себе, вот. То есть, это всё очень тонкие такие моменты, да, деликатные, тонкие моменты, которые, ну, можно и нужно исследовать, да? Вот, и уже где-то в них, да, и кроется ответ на ваш вопрос. Потому что, ну, на мой взгляд, интерпретировать то, что вы чувствуете, да, интерпретировать то, что вы ощущаете, мне кажется, не совсем верно. Потому что, ну, всё-таки это ваши чувства, всё-таки это ваши желания, это ваша история. И мы, как бы, не знаем, в какой жизни вы живёте и что именно с вами происходит. Поэтому, вот, я предлагаю именно такую, с такой, ну, именно такой метод, именно такую форму. Вот. Пользоваться ею или нет, это уже вам исключительно только решать. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. В заключении, мне бы хотелось задать вам такой вопрос один, да, мне бы хотелось спросить у вас. Вот. Вы, к примеру, да, ну, чувствуете, что вот, мужчина, да, что он, ну, там, как-то на вас смотрел, да? Вот. И что это за мужчина? Вообще. И что они себя представляют, этот мужчина? Для вас, к примеру. Вот. Это у вас, а, только с ним такая история? То есть, только с ним у вас такое ощущение? Или, или это бывает и с другими людьми? Вот. Вот. А была ли у вас с ним, а, раньше, какая-то связь? Ну, к примеру, к примеру, да, вот просто, какая-то, ну, какое-то общение. Вот. Было ли оно у вас? Это общение. То есть, есть ли у вас что-то общее, связь, связывает ли вам, ли вас что-то. А, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.